Экспо Азия, Азия, Азия. Надежный партнер по работе с Китаем, многолетний опыт, мы свое дело знаем. Это Экспо Азия, Азия, Азия. Доставка товара в любой город и стран. Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. Если ты бизнесмен, предприниматель, слушай информацию внимательно, то есть тебе будет так жить. Коллеги, добрый день. Меня зовут Евгений, компания Экспо Азия. Мы отвечаем на вопросы, как заказать и оплатить запчасти в Китае на 2024 год. Если вы заказываете такие запчасти, как двигателя, трансмиссию или крупноузловые детали, механизмы на крупногабаритную технику, в первую очередь вы присылаете информацию на транспортное средство, на двигатель, на трансмиссию. То есть вы присылаете шильдик или хотя бы ссылки и полную информацию. Далее вы оставляете залог. Небольшой залог, который входит в дальнейшем в стоимость данной запчасти. Запчасть мы вам находим, предоставляем полную информацию. Вы делаете оплату. Оплата. Если вы с России, то оплата происходит на данный момент двумя способами. Первый. Это как из лица к из лицу, на карту российского банка, такие как Тинькофф или Сбербанк. И второй способ. Вы оплачиваете через ЮСДТ, если вы знаете, что это такое. Все. Оплату сделали. Мы деньги получили. Вам сделали подтверждение, чтобы мы деньги получили. Товар покупается. Далее товар приходится ко мне на офис или ко мне на склад. В дальнейшем мы предоставляем вам полную информацию на вашу запчасть. То есть делаем фото-видео отчет, что вот ваша запчасть, в каком мы на состоянии. Далее мы отправляем ее на транспортную компанию. Доставка. Стоимость доставки рассчитывает только логистическая компания, которая доставляет из Китая в Россию или в третьи страны. Почему? Потому что транспортная компания делает расчеты по весу, по габаритам и так далее. Так вот, получается, что второй платеж, это вы будете делать за доставку. Все, сделали платеж за доставку, товар отправили. Товар приходит на Москву. Если вы с Москвы, то можете забрать его сами. Если же вы с регионов, то товар дальше отправляется по региону. Ну, как бы все, банально просто. Еще раз хочу заметить. Шильдики, информация на вашей запчасти. Нет информации, значит, в дальнейшем вы не каких-либо замечаний не делаете, претензий не предъявляете. Все, всем добра, с уважением, Евгений.